Добрый вечер дорогие телезрители! Мы в прямом эфире программа Спорт-клуб как всегда освещает всю спортивную жизнь нашей республики и не только В первом блоке сегодняшнего нашего эфира мы будем говорить о греко-римской борьбе Тем более у нас есть очень приятный, даже можно сказать исторический информационный повод Ведь у нас прошло первенство, вот недавно из этого первенства вернулся Александр Андреев Который впервые в истории якутского спорта стал серебряным призером первенства России Ну что ж, с радостью представляем гостей Конечно, итак в нашей студии сегодня ближе к нам это Матвей Матвеевич Матвеев Старший тренер по греко-римской борьбе Ну и главный виновник сегодняшнего, ну не торжества, а первого блока эфира Это у нас Александр Андреев, серебряный призер первенства России по греко-римской борьбе А также Рустам Аджи, чемпион мира по греко-римской борьбе Добрый вечер! Добрый вечер! Здравствуйте! Ну, во-первых, конечно, вся республика поздравляет тебя, Александр, с таким триумфальным возвращением с этого первенства И, конечно, первый вопрос будет к Матвею Матвеевичу Расскажите, как же прошли эти соревнования и вообще дайте оценку нашей сборной Ну, эти соревнования прошли в городе Омске Там выступили 60 субъектов России В этом соревновании участвовали примерно 450 человек Мы выступили очень хорошо Саша проявил очень большой характер, якутский характер И он добился серебра Ну, как бы до золота нам не досталось 5 баллов 8-3 он в финале проиграл А так, 5 кругов до этого он всех выиграл Чисто технически Разрывом на 8 баллов Так что Саша в этот день попал в сборную России И до этого он выиграл Дальний Восток Дальний Восточный федеральный округ в городе Хабаровске Так что Саше сейчас предстоит очень много работать И эти соревнования у нас были проходящей Россия Ему надо сейчас еще предстоит в феврале месяце В городе Новосибирск соревнования будут кадетом Там надо ему проявить еще больше усердия работать в борьбе И он должен достичь еще больших результатов И, соответственно, за путевку будем бороться, да? Да, да, да А там разыгрывается чемпионат Европы Первенство мира и Первенство Европы Пользуя случаем хотел бы поблагодарить коллектив Училищ Олимпийской резервы Коллектив детско-юнического во главе Егорова Василия Ивановича И очень бы поздно случаем хотел бы поблагодарить Учниського Дмитрия Ивановича Коллектив строительного рынка Ивана Ивановича И всех, которые нас поддержали В эти первые начинания наших Мы только работаем два года И за этот период мы подготовили две медали Двух призеров Первенства Да, Первенства России Так что это не просто так пришли эти медали Они пришли очень большим трудом и очень большим коллективом Как бы эти медали были очень нужны нам И в пользу случаем хотел бы, чтобы еще наши отделы открыли в УЛУСах Филиалы, да? Да, филиалы Чтобы греко-римская борьба процветала Да, у нас было много своих вместе работающих коллег И всех призываем вместе с нами работать Замечательно Ну что ж, это безусловно новое дыхание греко-римской борьбы в нашей республике За последние два года активная работа была Вот у нас результат Ну что ж, давайте пообщаемся с самим виновником С серебряным призером Первенства Саша, мы знаем то, что до этого ты победил ДВФО Таким образом отобрался на данное Первенство И в пяти кругах ты одолел всех своих соперников 8-0 со счетом И вот в финале ты встретился Мы знаем то, что парня зовут Дмитрий Григорьев Нет, не Дмитрий Григорьев, конечно же Это у нас Дмитрий Адамов Дмитрий Адамов, представитель Ставропольского края Уступил ему Уступил в финале 8-3 Ну что ж, какие твои впечатления именно по финалу? Что можешь сказать насчет соперника? Он был сильнее меня Значительно, да? То есть ты сразу понимал, да? Да, я не понимал, конечно После порождения понял Понял, да? А ты вообще, когда на это Первенство ехал Ты думал, что ты займешь какое-то призовое место? Или все-таки не рассчитывал на свои финалы? Не, не рассчитывал, конечно Не рассчитывал То есть для тебя серебряная медаль Это получается как бы неожиданно, да? Да, неожиданно Замечательно А расскажи, откуда ты родом И сколько тебе лет И как давно ты занимаешься греко-римской борьбой? Я из Амгинского Луса Село Балагур Я занимаюсь 4 года Сейчас 5 Ну, 5 год уже пошел, да? Да, по борьбе А Горькинское второй год Второй год Ну, второй год и уже вот такой вот результат Серебряная медаль Кстати, вот интересный факт В 2015 году Третье место в этом же первенстве В аналогичном соревновании в городе Кемерово Которое проходило У нас была первая бронза в истории якутского спорта По данному виду спорта И эту бронзу нам принес как раз-таки Дмитрий Григорьев И он тоже уроженец Амгинского района И еще и тоже из одной деревни Балагур Вот, Матвей, как же так получается, что Видимо, у нас Амга это Ну, как бы кузнец Мы очень начали этот вид спорта с Амгинского Луса, получается, да? Из-за этого вот пришли эти результаты как бы с одного Луса А мы работаем, стараемся работать, охват хотим большой сделать Из-за этого всех призываем, чтобы вместе с нами работали Мы можем вольников перестраивать тренеров через мастер-класс И через свои, ну, чисто через поддержки своих соратников, друзей и коллег Хотели бы этот вид спорта еще плотнее, побольше, чтобы народом нам присоединились Ну и вот у нас в студии сегодня Рустам Аджи Чемпион мира по греко-римской борьбе Который в нашем городе на протяжении целого года Пытается, да, передать свои знания нашим юным спортсменам И, конечно, вот, мне кажется, серебряная медаль Александра Это также и ваше достижение, да? Вот расскажите, как... Ну, вот вы приехали год назад Кто вас пригласил, Рустам? И с какой целью вообще вы приехали? И что за этот год вот у нас изменилось? Хотелось в первую очередь, конечно, сказать о выступлении Александра Действительно, очень достойно выступил Многие звонят, поздравляют, потому что Многие не ожидали такого результата от него Но впервые, когда я этого ребенка увидел, конечно Я увидел самое главное в нем, что это трудолюбие Это очень большое качество для борца Когда ребенок трудится, труд зря не проходит Вот это качество у него присутствует И это очень важно Но, конечно, еще есть много ошибок Нужно над многим работать Нужно совершенство в технике Потому что до этого он занимался вольной борьбой Это немножко другое все В техническом плане нужно его перестроить И для этого нужно время Но в данный момент старший тренер сборной России Доволен его выступлением И многие говорят, что не ожидали такого выступления от Александра Но самое главное сейчас, чтобы он понимал, что это первый шаг он только сделал Работа впереди предстоит еще намного сложнее и труднее Вот теперь нужно себя заставить Потому что он себя уже проявил Он уже личность И вот теперь нужно еще больше доказывать, что это было не случайно Что это действительно парень способный Желание, трудолюбие И все, я думаю, у него будет еще лучше Гораздо Потому что время у него еще есть Он 2002 года рождения Все только впереди Да, и я думаю, что обязательно мы еще поработаем над техникой Именно над выносливостью И этот парень, я уверяю, что еще не раз порадует нас хорошим результатом С такими-то наставниками, да? Мне кажется, грех просто не порадовать Ну, Рустам, а расскажите, на ваш взгляд, наших спортсменов Вы человек приезжий, у вас огромный опыт Сам вы являетесь чемпионом мира И когда вы впервые увидели наших ребят, наших спортсменов Вот насколько потенциал-то у нас огромен И как вы оцениваете Сашу-то мы понятно уже Мы понимаем, как вы оцениваете Сашу Ну, а вообще, у нас же ведь другие ребята есть еще Ну, дело в том, что в данный момент у нас занимается 15 Ну, они для нас как взрослые 15 детей Для меня они дети все Который возраст только соответствует именно тому Которым мы можем в данный момент выступать на соревнованиях Но самое главное, что ребята достойно себя проявляют В тренировочном процессе Это немаловажно Я их собираю и часто с ними беседую Ребят, бывают люди одаренные, способные Но если нет трудолюбия, ничего не получится Самое главное, чтобы ребенок перед собой поставил цель И понимал, чего он хочет достичь У него должен быть кумир какой-то Допустим, у меня был кумир Александр Карелин И многие другие Михаил Мамиашвили и так далее И я хотел быть похожим на них И равнялся на них Вот так и они для себя должны найти Какого-то кумира И идти, несмотря ни на какие трудности Потому что этот вид спорта, конечно, требует огромного терпения Трудолюбия И если даже что-то не будет получаться А оно не будет получаться Я в этом уверен Главное не сдаваться Проявлять характер, мужество И идти вперед Потому что действительно этот спорт Требует очень много труда и терпения Ну вот мы говорили как раз о том, что у Саши трудолюбие есть Саша, вот Рустам говорит о том, что есть кумиры Должны быть кумиры у каждого спортсмена У тебя вот очень интересно Кто кумиром является? Роман Ласс Да, один он, да? Да, двухкратный олимпийский чемпионат Ну я думаю, есть к чему стремиться А по манере борьбы, то есть, хочешь быть похожим на него и так далее Здорово Саша, ну давай покажем нашим телезрителям и вообще всей республике Как же выглядит серебряная медаль Первенства России по греко-римской борьбе Покажи, пожалуйста Вот она, серебряная медаль Которую Саша заслужил своим трудолюбием Своим усердием И, конечно же, это работа не только Саши Но и его наставников Замечательно Ну и надеемся, что это далеко не первая Ну то есть, далеко не последняя медаль Все впереди у тебя, да, Саша? Ну что, дорогие наши гости Спасибо большое, что посетили нашу студию Мы сейчас должны уйти на короткую рекламную паузу И надеемся, конечно, что мы встретимся еще в нашей программе Обязательно и с Сашей, и с вашими тренерами, да И ты нас порадуешь уже с золотой медалью А дай бог, чтобы еще и олимпийские игры, да? Спасибо Всего доброго, до свидания Ну а мы продолжим наш эфир сразу после короткой паузы Ведь второй блок в классе мы посвятим Бильярдному спорту Так что, дорогие друзья, не переключайтесь Дальше так же будет интересно В эфире снова передача «Спорклуб» В студии работают Власий Сергеев и Дарья Анкехова Ну что ж, до ухода на рекламу мы уже сказали о том Что второй блок мы посвящаем бильярдному спорту И есть хороший повод Ведь прошедшие выходные завершился Третий республиканский командный турнир по бильярдному спорту Именно это мероприятие мы сегодня и осветим в нашей программе Ну что, давайте поприветствуем наших гостей Да, у нас сегодня в студии в гостях Президент Федерации бильярдного спорта Республики Саха-Якутия Альберт Алексеев Здравствуйте Здравствуйте Также у нас в студии сегодня Петр Иванов Чемпион города Якутска среди ветеранов по бильярдному спорту И Сергей Семенов Двукратный победитель чемпионата Республики по бильярдному спорту Добрый вечер Здравствуйте Ну, Альберт, первый вопрос к вам Вы уже у нас в студии не впервые Бильярдный спорт мы любим И не только мы, а вообще вся республика любит Вот как же прошел этот третий республиканский командный турнир Сколько было команд Я знаю, что и приехали Из разных улусов Вот поподробнее немножечко об этом Ну да, был большой ажиотаж, скажем так 36 команд, это очень много Ну, у нас в республике специфика такая Что очень много именно ветеранов играет Наш вид спорта Больше даже чем молодежь Поэтому вот мы не случайно проводим Турниры такого формата Чтобы поднять их уровень игры Чтобы рядом с молодым они немножко учились Как правильно отыгрываться Как вести тактическую борьбу Ну, чтобы не просто так бей-беги А именно как вид спорта В полноценном виде имеется ввиду И чтобы благодаря этому Чтобы они потом в деревню приехали На село И чтобы молодежь потом у них училась В этих целях мы проводим Ну, если подробнее о формате Да, мы знаем то, что в этом турнире Ну, как бы соревновались пары То есть это действующий спортсмен Плюс ветеран, да? Старше 50 лет Ну, каков был уровень вообще игры На данном турнире? Были ли какие-нибудь сюрпризы Или же вот фавориты там сыграли? Ну, да, уровень-то очень серьезный Все сильнейшие играли практически, да Поэтому, ну, опять же Элемент непредсказуемости был Потому что все же от одного человека зависит От напарника очень много 50% даже больше Ну, фаворитами все считали мы Пару вот Сафронова, Андрей Андреевич И младший тоже Андрей Отец и сын, да? Отец и сын, да Потому что, ну, она команда более сбалансированная Оба очень хорошо играют Андрей Андреевич Он даже Иваныч, то есть он наравне с молодыми играет Поэтому, ну, немножко вот Петр с Евгением Байшевым Победители турнира в Олимпике их переехали, как говорится Ну, и тогда переходим вот непосредственно К участникам Да, к участникам Ну, расскажите свои впечатления Вот, как говорят, фавориты-то были одни Но победили совершенно другие, да? Вот, кто был в вашей паре и как-то Совершенно правильно говорите Вот, непредсказуемо было Все одинаковые, но равные ребята были Скажем, вот, братья Максимова Сибирского Этого Луса Очень здорово играли они И постоянное упорство Каждый турнир издалека, вот, Билюйского района Приезжали И вот, участвовали Вот, результат сразу видно Они вот Третье место заняли, например Очень, очень упорно Вот я сам Если коротко сказать Я сам, вот, Билюйского Луса Там поцелок Икандю есть Вот, оттуда я с детства занимался Вот, с детства занимался там Вот, это осталось немножко Я поцелок Икандю есть Вот, оттуда я Вот, там играли Вот, оттуда немножко стало Ну, оттуда начал Когда, вот, азы, вот Ну, крутить, там, вся эта Вот, молодежь здесь научился Вот, в 2006-2007 Ну, то есть, любовь к бильярду у вас с детства самого, да? Ну, так получается Так Вот, первый большой был, лет 20 Потом, вот, в 2006-2007 Начал, вот, у них учиться Да, Петр, мы знаем, что вы на данном турнире играли в паре с Евгением Байшевым Евгением Байшевым Он очень сильный игрок Вот, он Благодаря ему, мы Ему Мы, вот, первое место Благодаря ему Он, как раз, в третьей попытке Вот, первое место занял Три раза Чемпионат парный был Вот, он три раза в финале был Вот, в этом году получился А, в этом году получился Замечательно Ну, и теперь поговорим, давайте, с двукратным победителем чемпионата республики по бильярдному спорту Сергей, ну, вы уже, значит, титулованный у нас, да, спортсмен И ваше впечатление? Ну, вот, парный турнир, он проводится уже третий раз Со своим напарником, Сурмянцевым Афанаси Васильевичем мы играем вот тоже третий раз Или, более того, даже, ну, по-моему, был еще один турнир Ну, постоянно с ними То есть, одна и та же пара во всех турнирах Да, то есть, мы и не меняли пара И от года в год, то есть, мы прибавляли в определенных аспектах игры То есть, очень сильно прибавили в защите И, как раз вот нынче, ну, сами претендовали, ну, на хорошее место, то есть Ну, и мы были в финале То есть, довольны своими результатами? Да, мы довольны Могли бы и получше сыграть, но тут не учли один момент, как бы, ну, выносливость То есть, мы маленько подустали Подустали Да Ну, ведь, да, ведь в бильярде это действительно, когда вы стоите, да, там, должна быть выносливость Игра может затянуться немножко А в целом, ну, хорошо мы сыграли, я считаю И, в целом, вот этот турнир, то есть, парный, он из года в год прибавляет То есть, все уже видят, то есть, надо играть не только в нападение, но и в защиту Ну, вот, Петр сейчас, вот, хочу добавить Заметил, что, вот, пару из Вилюйского луса, Киданда, Наслег, братья Максимовы Я тоже хотел бы их подчеркнуть, что все-таки они, вот, небольшую сенсацию сделали Они оба ветераны причем И единственная команда из призеров, кто действительно приехал из Улуса Вот они действительно из года в год прогрессируют И, вот, добились того, что уже в тройках упали Ну, не зря ехали, да, получается? Да, да Не зря Ну, что, Альберт, у нас совсем скоро состоится чемпионат республики 15-го и с 15-го по 17-го декабря, да? Да, да И что нас ожидает для всех любителей бильярдного спорта? Ну, декабрьский чемпионат, это вот апогей, как говорится, всего сезона И по всем четырем категориям у нас будут соревнования эти Это среди молодежи, среди ветеранов, среди юношей до 16 лет И вот женская часть чемпионата То есть мы ожидаем где-то около 200 человек Фактически все бильярдные клубы будут задействованы для этого Ну, и вот сейчас все готовятся, как говорится, не покладая киев своих То есть идет целенаправленная подготовка для чемпионата? Да, подготовка идет сейчас все, да, все ответственно относятся Потому что, ну, это апогей сезона И кто очень престижно считается выиграть именно декабрьский чемпионат Ну, действительно, это большое событие Самое значимое событие в бильярдном спорте республики Да, параллельно на всех бильярдных центрах будут проходить соревнования Ну, по участникам, вот сколько, много уже участников зарегистрировано И есть ли возможность у наших телезрителей, которые увлекаются бильярдным спортом Например, как-то зарегистрироваться на данный чемпионат? Да, конечно, есть возможность, регистрация открыта И сейчас идет, закончится только 14-го числа Можете подходить в бильярдный центр Круазе, там запись постоянно идет А какие требования вот к участникам? Ну, так, особых требований нет, ограничений, в принципе Спорт у нас такой, скажем так, без преград таких серьезных При желании только А что касаемо детского спорта? Будет ли у нас... Ну, да, вот среди юношей до 16 лет у нас ожидается первенство Соответственно, у нас там уже пул, костяк очень серьезный формируются Постоянно у нас до 20 детей уже мы собираем в этой категории Ну и, соответственно, там нешуточные тоже у нас... Страсти добры Ожидается наша самая перспективная часть Это наше будущее нашего бильярда, да? Да, поэтому вот пристально следим за ними Из-за детских спортсменов? Там свои лидеры у нас сформировались уже, да? Молодые вот в чемпионате, по-моему, города там бой дали, да? Да, они со взрослыми Вот на парном турнире тоже вот две пары у нас играли Очень хорошо играли У нас свои уже дальневосточные лидеры есть В Хабаровском крае в этом году у нас Акимов Данил второе место занял Ну и в целом, если Дальний Восток брать, в этом году мы очень успешно выступаем Александр Чепиков на международном турнире второе место занял Вот Кубка Империи, Миллионники турнир Я вот на чемпионате Дальнего Востока тоже второе место занял Ну, нескромно будет сказать, да? Да, кстати, давайте вот об этом подробнее сейчас поговорим Вот наша команда вот в начале ноября, в конце октября, начале ноября Участвовала на чемпионате Дальнего Востока и очень успешно, да? Вот расскажите, как вообще получилась поездка? Как себя вот показала команда сборной республики Саха-Якутии? Да, сейчас я мысль докончу, да? Вот Алексей Григорьев среди инвалидов, колясочников у нас второе место тоже Вот на Дальневосточных соревнованиях до этого занимал Вот как бы они нам пример дали Мы на абсолютный чемпионат Дальнего Востока выехали пятером в конце октября И, в принципе, мы, если брать общие результаты, то выступили, можно сказать, на отлично Я второе место занял, Никита Потапов у нас в пятое и восьмое место занял Показал отличную игру, выбил из борьбы многократного чемпиона Дальнего Востока Сильного мастера Юртаева Сергея, который, как помните, весной приезжал Александр Чепикова два раза выиграл на Кубке Агоры Ну, вы представляете, какой уровень там, да? Ну, в принципе, вот сейчас довольно уверенно себя чувствуем уже Как бы у нас стратегия такая, чтобы занять призовые места на Дальнем Востоке И вот в этом плане мы сейчас работу ведем Я думаю, что уже, ну, я не самый сильный игрок в республике И вот благодаря моему примеру сейчас ребята психологически такую разгрузку получили И сейчас уже полны сил, чтобы занимать уже там и первые места, может быть, Дальнем А вот вы, Альберт, сказали, да? Значит, у вас второе место, у Александра Чепикова второе место Вот какая-то тенденция, да? Пока везде вторые Чего не хватает именно? Вот чего, на ваш взгляд? Что-то же, в чем-то же дело какое-то есть, да? Вот когда у нас уже будет первое место, да? Вот чего не хватает бильярдному спорту или вот конкретно нашим спортсменам? Ну, сказывается, конечно, географическая отдаленность У нас не так много выездов, тем более сейчас кризис сказывается, да? Последние вот два года у нас уже как бы небольшой спад по выездам идет Но я думаю, это вопрос времени Со следующего года и будут и первые места, я думаю, во всех категориях Ну, сейчас вот... Ранее было упомянуто то, что сейчас у нас все спортсмены готовятся к чемпионату Да, вот Сергей и Петр, вот в каком режиме сейчас идет подготовка? Ну, в обычном рабочем режиме, то есть тренируемся Ну, если не каждый день, но через день Минимум по четыре часа Этого мало, конечно Какую цель ставить перед собой на чемпионат? Цель? Ну, в призовую тройку войти А что касается вот Петра? Ну, я тоже, понимаешь, часто я занимаюсь в Лерном клубе Как раз в Курладе И цель у меня, то передовые места как-нибудь Ну, то есть, всем этим, да, педестал, да, по счету Постоянно второй, третий, первым надо быть уже Вот, первое место, было бы нескромно Слишком громкое заявление, да, не говори, ков пока не трепет Не испугнуть, да Хорошо, ну что ж Спасибо большое, что нашли время и посетили нашу студию Напоминаем вам, дорогие телезрители, что 15 по 17 декабря у нас будет декабрьский чемпионат Республики по бильярдному спорту Обязательно посещаем данные соревнования, поддерживаем спортсменов А мы с вами увидимся через короткую рекламу Всем спасибо Итак, дорогие телезрители, мы продолжаем прямой эфир программы «Спортклуб» И третий блок нашей программы мы сегодня посвятим началу зимнего сезона футбола в городе Якутске Как мы знаем, помимо чемпионатов Республики, кубковых соревнований, да, у нас, конечно же, есть регулярные первенцы, регулярные соревнования, в которых участвует большое количество команд из города Якутска и не только И вот две недели назад у нас стартовала самый сильный дивизион, это высшая лига, а также стартовала первая, вторая и на этой неделе у нас стартует третья лига Ну, то есть у нас мини-футбол уже идет полным ходом и мы сейчас поговорим об этом с организаторами и участниками этих соревнований И в нашей студии сегодня, уважаемые гости, это Алексей Валерьевич Адамов, председатель футбольного союза города Якутска И участник соревнований Евгений Новиков, это игрок команды «Джокер» Добрый вечер, здравствуйте Ну что ж, и говорить об этом соревновании, давайте сразу обозначим даты для наших телезрителей Мы играем до конца апреля, то есть регулярное первенство, каждый выходной играем Ну, практически каждый выходной проходят игры, высшая первая, вторая, третья лиги и до конца апреля, да И в принципе чемпионат проходит, ну сейчас последние несколько лет, высшей первой лиги, такой, ну, игровой вид спорта, мини-футбол Поэтому, как все игровые виды спорта, проводится по системе регулярный чемпионат, а потом серия плей-офф То есть игры на вылет команды играют, по 8 лучших команд высшей первой лиги, между собой играют плей-офф, определяют победителей, призеров Ну, и в этом году такое, как бы, новое, что сделали, да, получается в прошлом году еще были серии плей-офф у нас из двух игр То есть можно было первую игру проиграть с крупным счетом, ну и соответственно, да, там вторая игра практически не имеет никакого значения То есть сейчас сделали до двух побед, то есть первую игру можно проиграть с крупным даже счетом, вторую выиграть в серии пенальти или как угодно, да И будет третья игра решающая, то есть шансы есть, зрелищность растет, да, мы же играем для болельщиков, играемся и для игроков адреналин Ну вот тогда и поговорим конкретно уже с игроком команды Джокер Евгений, расскажите, какие у вас планы и вот насколько готова ваша команда и, конечно, какие вы ставите для себя цели Мы лучшие лиги представлены двумя командами, команда Барс и команда Джокер То есть у нас спонсор это ГУБ ЖКХ Начинали мы когда-то просто, ну, мы как представители простых ребят, которые хотели играть в футбол когда-то Мы кто-то прошел в футбольную школу, кто-то нет, кто-то по дружбе, ну, сформировались в коллектив Начали играть и постепенно, год за годом поднялись до высшей лиги И играет первая команда Барс у нас ежегодно призовые места занимает Вторая команда представителем которой является Джокер Мы, так скажем, крепкий середняк, так, пятые и шестые места занимаем из 12 команд высшей лиги Ну, это здорово, действительно, интересно будет Да вот сейчас, скажите, Евгения, у вас уже прошло два тура, да, если не ошибаюсь, в высшей лиге Да, два тура прошло И как стартовала ваша команда? Команда Барс стартовала с двух побед Ну, а у них первые игры сложились с не самыми сильными соперниками, скажем так Да ладно, не надо Вторая игра с сильным соперником была В общем, они набрали из шести возможных шесть очков А команда Джокер у нас с лидерами, не смогли набрать пока ни одного очка Пока Это пока только два тура, все еще впереди Да, ну, у нас перестройка команды, новые люди Сейчас постепенно начнем Мне хотелось бы добавить, что все команды высшей лиги, да, там, ну, ни одной проходной игры нету То есть, любая команда может дать бой, там, и лидерам, и кому угодно То есть, результаты непредсказуемые То есть, уровень у всех участников примерно Уровень высокий, все команды стараются, готовятся, тренируются, усиливаются, там, ну, все, что угодно делают для победы То есть, достаточно серьезно относятся, да, у нас спортсмены именно к таким соревнованиям Да Да, Алексей Валерьевич, мы знаем то, что, вот, например, если команда твоя играет в первой лиге, вы становитесь победителем первой лиги И вы выходите, соответственно, в высшую, да? Ну, две, две лучшие команды, да Две лучшие, то есть, первое, второе место И в этом году еще третье место, кто в первой лиге занимает, будут играть с командой, которая десятое место высшей займет, будет переходный матч еще играть А, вот За право играть в высшей лиге на будущий сезон Вот, как интересно, а вот состав, вообще, текучка какая наблюдается, вот, в высшей лиге, например Не, ну, каждый год, вот, в прошлом году две команды вылетело, в этом году зашли команда Де Юре 2, Дюша 4 команда, Заря Дюша 4 Ну, ребята, которые занимаются в Дюша 4, да, вышли, выиграли в прошлом году первую лигу И, ну, зашли, соответственно, в высшую Вот Ну, текучка как? Постоянная обновляемость Также и обновляемость между первой и второй лигой ежегодно Также и между второй и третьей То есть, команды, которые сейчас вновь создаваемые, они с третьей лиги начинают свой путь И им, получается, нужно пройти три года, чтобы добраться до высшей лиги Это, ну, в лучшем случае, да? В лучшем случае Если они, да, долгий, тяжелый путь, ну, люди идут, приходят, играют в высшей лиге И футбол демократичный вид спорта, да, здесь можно, в принципе, ну, мини-футбол, я имею в виду, да Не нужно там обладать там супер большими физическими способностями Тут можно в высшей лиге выйти там на полминуты, на минуту, да, ну, люди же меняются там, да Со скамейки запасных, сделал свое дело, как говорится, и сел на скамейку дальше сидеть До следующей смены, да? Да, до следующей смены Алексей Валерьевич, у нас действительно в республике очень любят мини-футбол, им систематически занимается большое количество людей Но есть ребята, которые, вот, представим, что во дворах играют, да, в школе и так далее И в один определенный момент они, как бы, собираются в группу и хотят, вот, принять участие Вот, давайте объясним для наших телезрителей Вот, например, есть... С чего начать вообще? Да, есть юношка С дворового, да, спорта? Группа молодых людей, и они хотят... Единомышленников Да, хотят зарегистрироваться Нет, ну, примеров масса У нас практически там 95%, 99% команд, которые участвуют в чемпионате города Они все, ну, как вот Женя рассказал, единомышленники собираются, да, начинают играть друг с другом во дворе Где-то еще какие-то залы арендуют, там, или там предприятия, там, ну, выделяют Все, заявляются в чемпионат города, начинают играть, никаких проблем В этом году, получается, участвуют в чемпионате города 71 команда во всех лигах, да То есть, ну, на 4 команды больше, чем в прошлом году Какие-то команды, естественно, там, ну, процесс идет, да, разваливаются, так скажем, да, откровенно Создаются новые, молодые команды, ну, то есть, эволюция идет Пожалуйста, обращайтесь, приходите, я тут телефоны говорить не буду, рекламу там, еще что-то А что нужно сделать для команды? Команде нужно только единую форму Они покупают для себя единую форму Обращаются, ну, щитки, естественно, это щитки, как бы, атрибут формы, да Щитки, единая форма одного цвета Все, обращаются в футбольный союз города Якутска Ну, и без проблем С третьей лиги начинают Но этот сезон уже начался, уже все, поздно Ну, то есть, аргитерский сезон Летом, летом могут начать Следующий сезон Но, Евгений, а вот вы рассказали, да, про фаворитов Значит, Барс все-таки у нас, это один из таких, да? Из фаворитов это Барс, университет ежегодно, вот, в четверку попадают Чемпион прошлого года Действующий чемпион сейчас университет В прошлом году был Барс, по-моему, сколько не изменится Да Союз Авто, очень сильная команда тоже в четверку попадает И какая еще бывает Ну, Ирбис 99, давайте не забудем, да Ирбис, старожилов лиги, Ирбис Команды, которые традиционно вот в лидерах Любых соревнований, не только в регулярных Ну и вот Вот у нас все идет полным ходом Давайте вот объясним для наших телезрителей У нас еженедельно, вот каждую неделю один тур идет Параллельно на нескольких площадках, или как у нас? Параллельно на нескольких площадках, да У нас, получается, третья лига играет в Житае, в спорткомплексе Рубин Вторая лига в этом году в УЛК, спортзал университета Первая высшая лига в Дюша-4 в основном Ну вот следующие выходные, насколько я знаю, как бы не сглазить 50 лет победы нам дают под высшую первую лигу Следующие выходные 9-10 декабря Ну только на один тур, или? Ну на один тур, там занятость большая, да И можно спасибо сказать, да, Николай Гаврилевичу Цыпандину Начальнику управления физкультурой и спорта Республики Вот, за это, за то, что он любит футбол, да Предоставляет по возможности зал такой, ну, самый, можно сказать, лучший зал Республики 50 лет победы, да, для проведения чемпионата города Вот, ну и следующие выходные, пользуясь случаем, можно пригласить, наверное, всех любителей футболов 50 лет победы, приходите, первая высшая лига, там, ветеранские игры Чемпионат города среди ветеранов, вот в эти выходные начинается воскресенье Да, 8 команд участвуют, тех, кому, так сказать, за 40, вот так их назовем, этих людей, да Ну вот А по времени, по времени, вот, утро начинаете? С утра до вечера, да, с утра до вечера, там, ну, расписание будет в интернете Игра идет час примерно Посетить обязательно, даже если не в качестве, да, самих участников То в качестве зрителей, мне кажется, ну, футбол это всегда, да Посмотреть хороший мини-футбол И мне кажется, это будет замечательное времяпрепровождение для многих, да? И следующие выходные у нас же еще 10-го числа, Всемирный день футбола Вот как бы, и об этом тоже не надо забывать Да, и Чемпионат мира в России проходит в следующем году И сегодня еще у нас жеребьевка, да? Да, и сегодня жеребьевка 12 ночи по якутскому времени, обязательно, вот, нужно посмотреть эту жеребьевку Ну, а что касается вот следующего тура, да, вот, Евгений, вообще команда, вот, ваша, например, участвует в лиге, да? Насколько вот часто тренируетесь вообще вот командой? Ну, у нас 2-3 тренировки примерно в неделю И еще четвертая это по выходным игра То есть получается 4 в неделю у нас футбола таких активных А вот давайте посмотрим на вашу команду изнутри, да, вот, для наших телезрителей Вот, у вас есть капитан, это, конечно же, само собой А руководитель или менеджер, такая должность есть в команде? Или это все вопросы решает капитан? Есть как бы, как человек, который основал когда-то команду у нас, Александр Турилгин Мы его называем президент Несколько ветеранов, которые много лет отдали этой команде Они сохраняют свой уровень игры и отдают, как бы, все время свободное этой команде Закупаем форму, там, ну, мы сами скидываемся Либо нам помогают, там, спонсоры Находим спортзал для тренировок, форму Как-то думаем над тактикой А вот со стартовой четверкой как определять? В ходе тренировок, например, что решать? Да, это определяет, как бы, там у нас старшие ребята, как бы Два-три, как бы, тренер, капитан, вот мы все это вместе Ну, в основном сообща, конечно А вообще средний возраст у ваших участников? Ну, у нас есть ребята, которыми 21 год и один старшеклассник школу заканчивает До самой старшей в команде 39 лет То есть от 20 до 40, можно сказать Футболу все возрасты похожи, да? Да, конечно, безразлично, кто какого возраста Главное, чтобы хорошо играл и любил Замечательно, ну что, спасибо большое, что посетили наш эфир сегодня Мы напоминаем о том, что мини-футбол у нас в самом, да, соревнования по мини-футболу в самом разгаре Ну, а на этом время нашего эфира подходит к концу Увидимся с вами ровно через неделю в это же время в 19.45 Включайте НВК САХ и САХА-24 До скорых встреч в эфире Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...